СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАГНЕТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Времечка». Сегодня в этот вечер с вами я, Галина Смирнова. О психологии ребенка, о психологии подростка в эфирах нашей телекомпании говорим постоянно, говорим много. И сегодня предлагаю вновь к этой теме вернуться и поговорить о взрослеющих детях. О психологии ребенка примерно с 12 до 18 лет. Считается, что это самый сложный период. Именно в это время идет становление ребенка как личности. Он начинает ощущать себя в этом мире, и начинает осознавать себя уже как человека. И вот последствия конфликтов внутренних, они порой могут быть ужасающими. Вот как помочь ребенку в это время, как помочь ему найти и себя, и найти, научить его взаимодействовать с окружающим миром, со сверстниками, с родителями, и как мы можем ему помочь, сегодня говорим именно об этом. Вопрос наш сегодня звучит так. Что, по-вашему, больше влияет на ребенка, на вашего ребенка? Школа, родители или интернет? Разобраться в этом вопросе, а также ответить на ряд других, нам сегодня поможет директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Магнитогорска, Ирина Александровна Шнерг. Здравствуйте, Ирина Александровна. Добрый вечер. Почему считается, что это самый сложный период? Ну, казалось бы, вот растет человек, а потом раз как-то и начинаются какие-то сложности. Почему так? Ну, потому что начнем с того, что мы психологи называем подростка, дитя на подросте. То есть это возраст, я, Галина, немножко вас поправлю, это возраст с 11 до 18 лет. С 11 лет. И у кого-то он начинается гораздо раньше, например, а у кого-то он, скажем так, удлиняется. Это все зависит от личностных характерных качеств ребенка. И начнем с того, что, во-первых, в этом возрасте происходят, ну, в первую очередь, физиологические изменения. То есть это такой некий гормональный взрыв, когда, значит, у ребенка очень часто меняется кровяное давление, учащается сердцебиение, а отсюда идут и уже поведенческие, скажем так, нарушения, когда на какие-то, допустим, конфликтные ситуации, или на какие-то неординарные ситуации, ребенок может отреагировать неадекватным поведением. Либо, то есть это может быть некое агрессивное поведение. Вот как вы говорите, жил ребеночек, жил хорошо-хорошо, воспитывался, был приятным, нормальным, потом вдруг взял, нахамил маме. Или взял, сказал там что-то нехорошее учителю. И когда к нам приходят с такими ситуациями, мы говорим, ну, это нормально, ребенок в этом не виноват. А вот остановиться на психологических особенностях ребенка, давайте остановимся поподробнее. В этом возрасте ребенок ощущает себя взрослым. И он требует абсолютного принятия себя как взрослого, как личности со стороны взрослых, со стороны семьи, со стороны педагогов, естественно, со стороны сверстников. В этом возрасте ему очень важно утвердиться. То есть начинается такой некий, скажем так, самоанализ, самокопание, вопросы о что и кто я в этой жизни сейчас, и кем я буду, когда я вырасту, и вообще есть ли от меня некая польза. И очень важно ему общество, в котором он пребывает. И здесь семья уходит, скажем так, вот чуть подальше, и для него самое важное — это сверстники. А как его принимает коллектив, в котором учатся, то есть очень важен его статус. Либо как его принимает секция или кружок дополнительного образования, куда он ходит. И, естественно, очень часто в этом возрасте происходят конфликты. У мальчиков это за лидерство в коллективе, а у девочек это, скажем так, за соперничество, за то, чтобы понравиться мальчикам. И вот здесь очень важно нам, взрослым, помочь подростку преодолеть данный возраст. И очень много книг ведь написано о том, как нам, взрослым, тяжело с подростками. И ни одной книжечки не написано о том, как подростку тяжело с нами, взрослыми. И очень часто здесь я уже говорю, что может быть и агрессивное поведение, и неадекватное поведение, и человек очень может быть тревожным, может расстраиваться, у девочек может быть плаксивость. И это все нормально, потому что это подростковый возраст. И будем говорить о том, что, естественно, общество должно помогать, и прежде всего семья. Ну, действительно, потому что, ну, как родители, это те самые люди, которые близко находятся к ребенку, и, наверное, мало понимать, что с ним происходит. То есть это важно, но, наверное, недостаточно. И как вот мы, как родители, можем помочь? Есть ли какая-то волшебная таблетка, да, в виде совета какого-то, которую можно принять? Или это работа такая долгосрочная, долговременная, шаг за шагом? Ну, скажем, семья – это очень многое для ребенка, и мы очень часто говорим, что все формируется в семье с измельства. И первое, что я всегда говорю, это безусловное принятие ребенка. Первый совет, который мы психологи всегда даем и спрашиваем родителей, которые к нам приходят, а любите ли вы своего ребенка? А как часто вы говорите ребенку «я тебя люблю»? Ну, вот что касается отношения именно выражения своих чувств, вот всегда кажется, что сказать «я тебя люблю», с одной стороны, это так просто, но с другой стороны, каких усилий это требуется? И, наверное, многие наши телезрители видели ролики и в социальных сетях, и где-то на каких-то сайтах в интернете, когда дети, подростки, студенты звонили своим родителям и просили, ну, и говорили, что «мама, я тебя люблю», или «папа, я тебя люблю», и отслеживалась реакция, что происходило. У нас в Магнитогорске студенты медиа-центра МГТУ тоже провели такой эксперимент и засняли это на видео. Инициаторами квеста стала Валерия Назарова, Анастасия Еркеева, Валентина Шилина, Анастасия Мальцева. А ролик сняли и смонтировали участники медиа-центра МГТУ Иван Гараев и Артем Дьячковский. Давайте посмотрим, что получилось у ребят. Мамуль, привет. Алло. Мам, привет. Алло. Алло, мам, привет. Послушай меня, пожалуйста. Я звоню, чтобы сказать. Я тебя люблю. Хочу сказать, что вы мне самые дорогие. Я вас очень люблю, скучаю прям безумно. Я тебя очень сильно люблю. Почему ты мне это хочешь сказать? Ага, я поняла. Ты так часто займешь при аварии. А что я тут на видео нашел? Ну я тебя просто люблю. Да ладно. Правда. Не улучшилось? Все, отлично. Я на весь институт не решила, грудь. Ну а если решила, то что? Батюшки, что это с тобой, девочка моя? Я замуж не разрешаю. Не хочу. Я тебе не могу сказать, что я тебя люблю. Нет, ну можешь, потому что ты же никогда не так просто это не говоришь. В смысле? Там подвоха? Ни в чем подвоха нет. Я тебя люблю. Я тебя тоже очень люблю. Нет, ну мне приятно, конечно, очень. Я тебя очень люблю, котенок. Зайка моя, рыбка моя. Молодец, Рахматулан. Молодец. Я тебя люблю, котенок. Все, ладжик. Ты могла бы опять не говорить? Все, зайца с вам. Ирина Александровна, ну вот такой ролик мы посмотрели. Могли бы вы как-то прокомментировать реакцию родителей? Ну, она, можно сказать, одинаковая, да, везде была. Что вот вы можете сказать? Я тоже, мне первый ролик прислали в WhatsApp, когда вот, это, скажем так, такая всероссийская акция, когда детей просили позвонить и сказать, я тебя люблю. И вот я тоже посмотрела сейчас с большим удовольствием этот ролик. И вот постоянно в том и в другом случае реакция родителей была совершенно, видите, неадекватна, она была несколько отрицательна. То есть когда звонит ребенок и говорит, мам, там, или пап, я тебя люблю. Что-то случилось. Или деньги, ну, что-то случилось, да. Ты кому-то должен? Ты что, институт решила бросить? Замушайся. Мы сразу начинаем пугаться. А почему? Потому что, ну, не принято в наших семьях говорить друг другу, что мы любим. Вот если рассуждать, растим ребенка с измальства, сисюкаем, да. Ведь очень часто мы, когда растим малыша, мы говорим, моти, пусть, и ты мой любимый, и ты мой хороший. Как только ребенок подрастает, вот куда это девается? Перестаем говорить ребенку, я тебя люблю. А это важно? Это очень важно, особенно для подростка. То есть подросток, ребенок подросткового возраста, должен понимать, что он любим и принят родителями. Это очень важно для подростка. Поэтому не зря здесь говорят, любите близких. Говорите, я всегда призываю, говорю, что говорите ребенку, я тебя люблю. Говорите ребенку, я тебя люблю каждый день. Первый день, второй, третий. На четвертый он начнет вам отвечать. А потом это станет привычкой. И когда мы взращиваем в ребенке любовь, то такой ребенок каким растет в жизни? Он, во-первых, это выносит из своей семьи в другую семью, ту, которую он формирует дальше. Цепочка любви продолжается. Цепочка любви продолжается. Ведь энергия любви, она очень благоприятная энергия. И когда родители говорят о любви, они очень четко чувствуют энергетику ребенка. Мама проснулась утром, а у девочки плохое настроение. Дочь, что случилось? Я же чувствую, что что-то не так. Давай поговорим. Так вот, о влиянии, скажем так, семьи. У нас очень часто подростки страдают либо от гипоопеки. Что такое гипоопека? Это когда родителям все равно, чем занимается ребенок. Вот живут они в одном, скажем так, доме, в квартире, под одной крышей. Пришел ребенок, поел что-то с холодильника или мама что-то приготовила. Маме все равно, что он делает в интернете, куда он сейчас пошел, во сколько пришел. То есть родители как бы отрекаются. Но вырос и вырос. Он же говорит, я взрослый. Либо дети страдают от гипоопеки. То есть когда идет подавление. Тотальный контроль. Да, и тотальный контроль над ребенком. Мои родители говорят, или один из родителей говорит, мне виднее, как тебе жить. Я буду тебе диктовать, что ты будешь делать. Я тебе скажу, куда ты дальше пойдешь учиться. То есть ребенок, подросток, он требует того, что, а, к нему относились как к взрослому, чтобы уважали его позицию. Его решение для него это очень важно. И третье, у него должна быть доля свободы. Обязательно у него должно быть личное пространство. И когда родитель и подросток взаимодействуют, а когда они взаимодействуют? Когда? Когда подросток принимает родителя и уважает его. Когда они развивают, вот когда они на одном уровне. Что такое авторитетный родитель для ребенка? Слово авторитетный в очень добром, хорошем смысле слова. Это родитель, который развивается как личность. Это родитель, который развивает себя в профессии. Это родитель, который очень хорошо владеет интернетом, гаджетами, которые пишет ребенку через социальные сети, они могут общаться, через тот же Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук и так далее. Для подростка это важно. Это очень важно. Когда родитель владеет Вайбером, родитель владеет Ватсапом, то есть это опять те же гаджеты. Когда родитель говорит о молодежных направлениях музыки. А сейчас они слушают такие очень интересные направления, которые нам с вами, возможно, и непонятны. Но родитель в тренде, родитель в курсе. Когда можно поговорить о спорте, о направлениях. Ну вот когда они на одной волне, вот к такому родителю подросток прислушается. А когда родитель отстает, то есть когда, я сказала, он не владеет теми, скажем так, теми пунктиками, которые вот у подростка есть. Вот такой родитель для подростка, это черно-белый телевизор. Понимаете? И когда он говорит, ну что мои там, да, ты ничего не понимаешь, очень часто они говорят маме. И очень не советую родителям говорить, вот в наше время было так. Очень не советую, потому что подросток, ребенок этого не понимает, как было тогда в наше время. И мы должны просто понимать, что любое поколение, родившееся после нас, оно умнее нас. Оно информационно продвинутее. Оно владеет очень великолепно коммуникациями, имеют интернет-технологии. Поэтому нужно принимать и уважать безусловное принятие ребенка. Второй совет. Ни в коем случае нельзя на ребенка кричать, устраивать скандалы. Ребенок не приемлет высокого тона. И, естественно, это... Как и каждый из нас, да? Как и каждый из нас, взрослый, да. И когда еще идет навешивание ярлыков, ведь очень часто сейчас родители из практики, опять говорю, из своей, мы очень часто общаемся только на уровне школы. Привет, что ты сегодня покушал? Как дела в школе? Что ты сегодня получил? И все. Понимаете? А нужно расширять взаимодействие. И когда ребенок опять-таки не видит понимания в семье, то есть нет поддержки, то что происходит? Ребенок уходит в общество, которым его понимают и принимают. Где он нужен? Где он нужен. А это общество не всегда бывает позитивным. Может оказаться каким угодно. Совершенно верно. То есть неизвестно, куда он пойдет. И родителю, прежде всего, нужно об этом подумать. На что еще мне хочется обратить внимание. Нельзя навешивать ярлыки. Нельзя говорить, ты неудачник. Кем ты будешь, когда вырастешь? Да ты лентяй. Ни в коем случае. То есть уберите, пожалуйста, сравнение. Ни в коем случае нельзя ребенка сравнивать с сыном соседки или с одноклассником, который хорош. И всегда... Сравнивать в отрицательном. Совершенно верно. И всегда судите ребенка по его поступку. Ты хороший. Но вот сейчас ты совершил не очень хороший поступок. Я думаю, что ты сейчас и справишься. Только взаимодействие, только общение, только спокойный тон, только принятие. Очень осторожно нужно обращаться с подростками, разговаривать с ними. Потому что принятия нет. Ребенок пойдет искать то общество, в котором его принимают. Ну, как мы уже сказали, родители – это действительно те люди, которые находятся ближе всего. Но большая часть времени у нас проходит и в школе. То есть взаимодействие ребенок-школа и школа-родитель. Вот насколько это взаимодействие важно. Потому что есть многие люди, я сама лично их знаю, которые сходили на родительское собрание в первом классе и больше в школе в принципе не появлялись. Насколько дело даже не в успеваемости может быть, а вот именно во взаимосвязи. Важно ли знать, как проходит жизнь твоего ребенка в школе? Ну, конечно же, я скажу да. И как родители, и как психолог. Конечно, да. Потому что в школе и дома подросток – это совершенно две разных личности. И очень важно знать, я опять-таки повторяю, что для подростка очень важен его социальный статус в коллективе, в котором он пребывает. Мы уходим на работу, ребенок находится в школе определенное количество времени. И у подростков очень много, допустим, я уже говорила, есть физиологических качеств, да, каких-то специфичных. Очень много поведенческих качеств. Очень много каких-то личностных качеств. Об этом обязательно нужно предупреждать классного руководителя. Нужно говорить с учителями-предметниками. Приведу пример. Например, у ребенка есть, у подростков фобии и страхи. Ребенок боится крови, даже когда о ней говорят. И мама очень правильно сделала. Она подошла к учителю биологии или анатомии и попросила в это время ребенка просто выводить, чтобы там не было каких-то обмороков, да, или прочего. То есть взаимодействие классного руководителя, учителей-предметников, это очень важно. Потому что, ну, не может педагог сейчас относиться вот ко всем одинаково. То есть это неэффективный метод, скажем так, преподавания предмета. Мы сейчас говорим о том, что учителя должны владеть все-таки некими психологическими знаниями и особенно возрастными, возрастными особенностями детей, в классах которых они преподают. Сейчас очень такая тема, распространенная и популярная, это вот школьное насилие. То есть об этом стали говорить. Да. Может ли родитель совместно с учителями как-то разрешить эти конфликты? И планируется ли, может быть, в школах в ближайшее время, что вот уроки, как противостоять вот этому буллингу, да, как сейчас говорят? Конечно. Как можно защитить своего ребенка? Потому что очень многие действительно сталкиваются. Ну, не может, а должен. Должен, должен. Должен, конечно, обязательно. Как минимум узнать, наверное, сначала. Как минимум узнать, да, об этом обязательно. И подростки очень часто жестокие, у них нет крайности, у них нет белого. Вернее, есть белое, есть черное. Вот золотой середины нет. И, естественно, только взаимодействие родителей и педагогов может это предотвратить. Опять-таки вот, когда очень часто нужно говорить о ценностях жизни. То есть это непременно, непременно хороший родитель всегда будет взаимодействовать с классным руководителем, с учителями, с руководством школы. Сейчас очень много переписок, вот чего не было в мое время, когда с классным руководителем переписываются. Сейчас состоят в группе класса в Вайбере, да, это очень удобно. Когда родители очень хорошо подключаются, и если коллектив родителей сплочен, то эта проблема обязательно разрешится. То есть здесь только сплоченное, скажем так, взаимодействие. Ну а на уровне города, так скажем, решаются ли эти проблемы, да, вот именно подростковый возраст, те сложности, о которых вы сказали, об этом мы с вами поговорим после небольшой рекламной паузы. Магнитогорское времечко в прямом эфире. До нас дозвонился Максим. Максим, здравствуйте. Добрый вечер. Вы хотели ответить на вопрос? Да, конечно, я хочу ответить на вопрос, что больше влияет на ребенка, школы, родители или интернет. С моей точки зрения, больше всего влияет на воспитание детворы нашей в данный момент. Все-таки родители. То есть в какой мере они влияют на детей, на своих, на дочерей, сыновей. Интернет, конечно, тоже очень много значит, потому что многие мои ученики, я работаю в сфере образования, приходят, в принципе, рассказывают, что там-то я видел это, там-то я видел то-то. Советуемся мы с ними. Я им рассказываю, что это правильно, это неправильно, это нужно делать, это не нужно делать. Ну, конечно, жалуются на родителей. А что жалуются, Максим? На что больше всего жалуются дети? Есть ли похожие жалобы? Есть, знаете, в чем, что непонимание. Непонимание. Да. В основном взаимопонимания нет в семье, что там кто-то из родителей, может быть, одна мама, один папа воспитывает ребенка. Знаете, вот не хватает, может быть, кому-то материнского общения, кому-то отцовского общения. Вот. Ну, стараюсь я, конечно, помочь в этом случае. Советы даю, конечно. Максим сказал о том, что и родители, и интернет влияет, но и сам своим же ответом тут же показал, что и школа тоже очень сильно влияет. Максим, спасибо большое за ваш ответ. Привет. Ирина Александровна, ну вот, возвращаясь к тому, что у нас происходит на городском уровне, да, и какие есть, может быть, программы, какие проходят мероприятия для того, чтобы, ну, я не буду говорить слово избежать, да, каких-то уже крайних ситуаций, но для того, чтобы хотя бы и родителям дать какую-то палочку-выручалочку в виде совета, и в то же время и для детей. Ну, в первую очередь мы настраиваем психологов образовательных учреждений, то есть школ, чтобы у нас была ранняя профилактика, это обязательно диагностика. Обязательно диагностика на выявление группы риска, потому что у нас именно подростки чаще всего туда и попадают. А что такое группа риска конкретно? Группа риска – это те дети, которые входят в группу суицидального риска, то есть это дети, которые, например, подвержены тому, что их сознание можно управлять дистанционно. Это дети, которые уходят в употребление психоактивных веществ, это наркотики, алкоголь, курение, это тоже у нас присутствует среди подростков и достаточно часто. Это дети группы риска, это те дети, которые подходят к экзаменам ЕГЭ и ГИА, которые тоже находятся в стрессе. Как ни странно, да, детки боятся экзаменов, потому что это нечто новое. То есть это одаренные дети, которые тоже входят в группу риска, потому что очень большой уровень ответственности и боязнь не соответствует родителям. И, конечно, каждый психолог школы имеет банк данных на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Поэтому я призываю родителей очень часто приходить к психологам, потому что ребенок в школе, ребенок дома – это разные личности. Иногда психолог открывает глаза родителям просто на то, что мама-папа говорит, да, я этого не знал, потому что смотрит и уровень тревожности, и память, и как раз-таки социализацию, и статус ребенка в классе. Иногда психолог подсказывает, как правильно родителей себя вести или как правильно взаимодействовать педагогу с этим ребенком. Потом у нас в городе работает социальный проект «Жить». И у нас уже 30 школ, которые являются пилотными площадками данного проекта, где обучаются волонтеры среди ребят, где очень мощно ведется тоже психологическая диагностика и работа именно по формированию жизненных ценностей, когда детям очень часто говорят, что нужно выбирать жизнь. Далее мы проводим, очень плотно работаем с городским родительским комитетом и проводим городские конференции, городские родительские собрания, в которых тоже участвуют психологи. Мы очень много работаем, скажем так, по пропаганде жизненных ценностей, мы работаем по всероссийским программам, это «Ладья», «Дорога к дому», «Путь домой», то есть формируя у ребенка ценность жизни и поднимая этот уровень. То есть, ну вот такая работа ведется в городе. Это и родительские собрания, которые нами разработаны и выложены на сайте нашего учреждения, и классные часы, то есть работы достаточно много. Ирина Александровна, у нас небольшой звонок, вот, к сожалению, сорвался. Но вот возвращаясь к теме, которую и вот Максим тоже у нас затронул, про интернет, то есть зависимость – это действительно такая проблема, которую на определенном этапе и родители уже не могут решить? Есть дети конкретные, дети, которые уже имеют такую зависимость от интернета, это, в принципе, болезнь, которую нужно, скажем так, искоренять, лечить. То есть есть дети. Но когда ребенок просто сидит в интернете и, скажем так, общается там, получает какие-то знания, это не всегда назовешь зависимостью. Как контролировать это? То есть родители, вот, слышала много раз, он поставил пароль, и я не могу зайти на его страничку. Наверное, важно не это, да, а важное желание ребенка рассказать, чем он занимается. Конечно, конечно. Здесь просто нужно обращать внимание на то, мы тоже очень часто об этом говорим, что обращать внимание на то, что если ребенок сидит в интернете по ночам, это уже звоночек. Если он просыпается в 4-5 утра, это уже дистанционное некое такое управление сознанием, это уже звоночек. Это уже в качестве советов наших уже прощальных, потому что вот что самое главное, вот, резюмируя все, что мы сегодня сказали? Обращайте внимание, уважаемые родители, на поведение своих детей. И если у ребенка часто меняется настроение, ребенок, скажем так, часто плачет, сидит в интернете по ночам, то есть это уже звоночек для того, чтобы обратить внимание на то, что нужно обратиться к специалисту. И, скажем так, для разрешения этих проблем обращайте внимание на поведение своих детей, общайтесь с ними, любите их. Вот самое главное, да, наверное, это таблеточка, которая... Любите их, говорите почаще, да, да, я тебя люблю, вот, но уж если не справляетесь, то просим милости к нам, к психологам, то есть мы всегда готовы помочь, и если мы вместе объединимся, то это наша основная цель вырастить здоровое, счастливое поколение, выбирающее жизнь. Ирина Александровна, я благодарю, что вы пришли к нам сегодня на передачу. Я думаю, у нас будет еще много поводов с вами увидеться, потому что тема действительно широкая, и говорить об этом можно очень много. Уважаемые телезрители, хочу, не важно, кто вы, родители или вы ребенок, но у каждого из нас есть и родители, мы можем выступать и в той, и в другой социальной роли, скажите своему ребенку и скажите своему родителю, своей маме, своему папе сегодня, что вы их любите. Всего вам хорошего и до новых встреч в эфире. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический 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 металлург